Комментировать для вас Мантис Морталис. Смотрим драфты. Ну, ну, выводы сделаны. Все-таки решили убрать Лингу. Наверное, и правильно сделали. Минус Лина, минус Форион и минус Брутмазер. То есть все по классике. Остались такие, скажем так, не самые сломанные герои. Играть в эту можно. Плюс Кентаву Рубик. Ну, такая довольно хорошая, сильная линия. Рубик метовый. Опять-таки от Метеорова-то поинтереснее. Они взяли тоже Рикимару и при этом закрыли ДПшкой. ДП стала очень метовой. Прям все берут, да. Можно флексить. Покупай науры. Герой простой. Герой сильный. С героем можно пушить, забирать, объектива. Ну, тупо крутой герой. Ну, ждем, что дальше появится. Варлок. Вау. Вспомнили про его существование. Максимально неметовый герой. Не знаю. Он просто сейчас на самом деле плох. Сейчас темп игры очень высокий. На линиях любят играть активно, да. Ну, и хочется, чтобы саппорт как-то мог подсетапить, помочь. А вот просто герой, который хилит, стоит сзади. Он сейчас, наверное, не востребован. Мы посмотрим, что придумали. Наверняка, Варлок не просто так взят. Явно есть какая-то задумка. Сейчас мы под Варлока увидим. Ну, кого можно взять под Варлока на линии-то? Даже не знаю. Ну, очевидно, должен быть милишный герой. И, наверное, который хорош против ДП. Кто это может быть? В общем, я тоже не знаю. Но мы увидим, какой-то будет, видимо, грамотный, интересный пик у команды Паук. Но смог для них выиграть тоже другой вопрос. Потому что Варлок не метовый. Насколько я помню, ему там на 30-по как раз таки на Кирису добавили дэмэдж. То есть теперь не только замедляешься, но и получаешь дополнительный урон. Но в целом эта мета не поменяла. Герой все равно сейчас неиграбельный. Сложно на нем как-то попасть в игру, исполнить. Можно, конечно, как раньше, ну, подойти кинуть голема. Но это твой максимум. И накинуть банды. В принципе, наверное, герой, может быть, неплох был бы против Энигмы. Но вот опять-таки на линии он на Энигме ничего не делает. Спектра. Ну, вот, кстати, тот герой, который под Варлока раньше брался. В старые времена еще с первой доты. Такая линия считалась простой и эффективной. Спектра Варлок. Спектру не убить. Она там стоит под хилом. А тут еще по мете модно покупать кучу манго. И как будто бы вообще ее с линии не прогнать. Интересное решение своровать, возможно, Спектру от Метеор Гейминг. Ну и Пангольер первый раз в этой серии. Судя по всему, в центр. Деспрофит в сложную. И саппорт Рикки. Не хватает одного саппорта в Метеор Гейминг. Берется Вайпер как контрпик в Спектре. Но берется в комбинации с Кентавром уже. Это говорит о чем? Это говорит о том, что Вайпера, скорее всего, не поставят против Спектра на линию. Поставят в центр. Да, да. Ну в центре он вроде бы нормальный стоит. Что против Пангича, что против ДП. То есть матчап нормальный. Но при этом всем вот с Вайпером мало команд умеет хорошо играть. То есть это герой, который легко теряется. И если игра затягивается, он практически ничего не делает. Тем более, если дождаться, когда Спектра купит себе какой-нибудь Бэкинг Бар, играть будет крайне сложно. Немного оуленовый пик уже у Пау Гейминг. Прорисовываясь какая-то прям юрли-агрессия. И, наверное, нужно все это дело разогнать. Нужен такой герой, с которым ты сможешь прям на минуте 25 уже идти ломать хайграунд. Кто у нас есть из таких героев на керре, интересно. Еще и под Варлока на линии. Я даже не знаю. Можно попробовать, ну не знаю, в Рейс Кинга, что ли. Но в Рейс Кинг в целом не самый такой тоже сейчас любимый персонаж. Ну а что еще нужно придумать? Да и ДП там хорошо против него, наверное, постоит. Ну может вообще какого-то тролля вспомнить, не знаю. Ну не знаю. Можно, конечно, и в Лей попробовать сыграть, да. То есть добрать себе тоже жадного керри а-ля Террор Бейд. Но мне не нравится вот линия Варлок Террор Бейд. Это вообще, опять-таки, это тоже из 90-х, когда ты под хилом стоял Микрил. Но сейчас так не работает. Сейчас тебе объясняют, что просто стоять и хилиться не поможет. Будут убивать Варлока, будут у тебя как раз-таки потихонечку выбивать ресурсы. Ну и потом будут пользоваться тем, что у тебя Варлок сладкая булочка, у которой слишком большой кулдан. Так, ну что, саппорт под Спектру или саппорт под Деспрофит? Ну, Рики-5 мне не очень нравится. Я бы брал под ДП-шечку. Ну, под Спектру, точнее, героя. Пускай Рики идет как раз-таки во Флоре. Там он с эксплой будет еще популит. Ну, что-нибудь себе придумать. Тем более против Варлока стоять. Доберем. Что мы можем добавить? Ну, Кентавр, Рубик, линия сильная. Тут и саппорт, наверное, должен быть довольно плотный. Жрак на герой, который купит тебе Фурстав. Ну и кто это? Это, в принципе, любой герой, да? А, ну забыли вообще про него. Ничего себе, как долго он прожил. Ну, опять же, хилим Спектру. Она стоит. Ей нормально. Тренд там где-то разменяется. Готов своей жизнью пожертвовать, если что. Нужен персонаж. Все-таки с лейт потенциалом какой-то. Даже если игра здесь затянется. Он нужен герой, который играет. Да, да, да. Если игра затянется, все равно есть что на Спектру, да? Есть как минимум Вайпер. Всегда можно придумать героя там с Shadow Blade условным, с Сильвером. То есть Спектра сейчас... Это не Спектра раньше, когда на нее вообще контры никакой не было. Здесь она еще и рано появилась. И у вас сразу две опции есть для того, чтобы закрыть. Вайпер плюс один. Не знаю. Здесь Сларк. Кстати, да. Ну, линия Варлок-Сларк тоже, конечно. Вообще, любая линия с Варлоком кажется какой-то ерундой, если честно. Ну, то есть, это линия, которая заведомо планирует играться с точки зрения защиты, да, вторым номером. Мы стоим и терпим и просто фармим, а не нападаем. Ну, потому что против Диспрофит нападать Варлоком плюс один очень сложно. Это вообще Shadow Fint. Ну, вот, кстати, с ССФом, это два рейнджа без контроля, да. Интересно придумали. Ну, с ССФом все-таки, тем более, это ССФ действительно легкую. Хотелось бы видеть, ну, какой-то минимальный, да, килл потенциал. Ты либо хочешь видеть саппорт со станом, чтобы можно было давать кайлы, либо милишника. Клакверк, ондайн, тренд протектор. Все это может работать с ССФом. А вот ССФ Варлок смотрится, конечно, слабенько. Но посмотрим на исполнение. Знаешь, это второй дивизион, да, и команды могут здесь как раз-таки просто за счет какого-то своего кила выехать. Но пик Метеор выглядит надежно. Он, опять-таки, метовый. Есть, кто собирает ауры. Есть герои, которые могут драться. Ну, и самое главное, это, конечно же, их лейт потенциал. То есть, если они затягивают эту игру, они, скорее всего, у них выиграть, да. То есть, ну, нужно просто дожить, там, да, пару шмоток на спектре купить на ДП, а на три грифсы. Ну, и вроде как на Пангиче тоже здесь много не нужно. Мне кажется, драться-таки за Метеорами. Но, опять-таки, полк должны или могут, да, здесь исполнить очень грамотно. У них как раз-таки пик на темп. У них герои контрят врага. И они должны как-то попробовать задушить, мне кажется, за минут 30. Ну, по крайней мере, до 30-то должна уже упасть первая сторона. Ну, и самое главное, у них очень сильный тимфайт. Вот сам по себе тимфайт раз, там, в две с половиной минуты безумно крутой. Это Варлок, это Стампид, это Ульт Сефа. Там вообще несложно кого-то зафокусить, и Спектру в том числе. Там куча разного рода вариантов и догнать, и убежать. Ну, в общем, тимфайт симпатичный. И сразу же, давайте, перед тем, как начнем, посмотрим, что нам предлагает Бэтбум на эту карту. Наверняка коэффициенты мы сейчас увидим. Вот они. 1.15 на Метеор и 4.8 на Паук Гейминг. Вот такие у нас разгромные цифры. Совсем они отличаются от того, что мы видели на первой карте. Наверное, вторая как-то повлияла. Не забывайте про стопроцентный бонус на первый депозит. Переходите по ссылочке под трансляцией. Забирайте по промокоду DPC. Интересные цифры. Я удивлен, если честно. По-моему, Паук показали, что они вполне могут дать бой. И первую карту выиграли с камбэком. И на второй тоже был период, когда они даже повели. И все получалось. До пары плохих тимфайтов. Ну, надо просто не допускать ошибки. И шансы у них будут. Надеюсь, бой они дадут и разгромно не проиграют. И у нас, кстати, сразу же вторая серия начнется без какой-либо продолжительной паузы. Там тоже любопытный матч. Тоже с удовольствием его посмотрим и прокомментируем для вас. Ну да, третье решающее. И потом сразу, тем более, карты у нас затяжные были. Очевидно, там первая, по-моему, больше часа длилась чуть-чуть. Да, вторая тоже была не самая быстрая. Плюс пока мы драфтили какие-то там небольшие паузы на перекус и прочее. Ну и, соответственно, мы сейчас смотрим третье решающее. Шедоффинт. Я интересный закуп. Пришел со стиками и с топором. А статов мало. Есть мангусы. Ну, шедоффинт это не тот герой, на котором ты можешь без статов уйти. Будет больно, будет неприятно. Тем более, ДП с Рекемару могут на тебя просто-напросто в один момент сесть, напрыгнуть. Варлок тебе не особо крутой помощник, но он хотя бы по-хиле, да? То есть, ну, ладно, что три танга, это окей, это дефолтно. Варлок у тебя много хила не нужно. Ну и давайте смотреть. Шедоффинт с Кайлами. Сетапа какого-либо нет, да? Но, я думаю, не зря эти героя взяли. Варлок не появился бы, если он был не готов. Ну, и давайте смотреть. Возможно, Варлок это хороший герой против Рекемару. Давайте, вот, как раз-таки начинает харасить. Накинул уже Ласт Ворд и довольно сильно пробивает здесь Рикича. Если появится слева спот, можно еще будет, кстати говоря, крипов переагнуть. Вообще, в теории, если они купят на Кентавре, да, командные вещи, на Вайпере и на Варлоке купят шард, вот в один момент пробить весь этот хил будет практически невозможно. Опять же, тренд плюс Рики не дамажащие саппорты. У вас спектра тоже до определенного момента урон будет наносить довольно средний. И вот, когда вы просто одним кулаком в пятером соберетесь, ДП и Панга это на двоих все не вывезут. Я вот представил грипсы на Вайпере, там, Пайп какой-то, или вообще Кримса на Кентавре и шард Варлока. Убивайте нас. Надо четыре раза будет ультимейты свои нажать, чтобы это все пробить в одной драке. Рубик убивает Курьера. Выглядит как план, потому что явно игру затягивать не стоит. Даже если у тебя будет большой шутунфинг, все равно, рано или поздно, спектра набьет свои шмоточки, доберется там, да, буквально от трех-четырех артефактов и с ними будет сильнее. Спектра не панацея, но в целом, мне кажется, она здесь будет комфортно. Вот не Варлок был бы, а был бы, допустим, тренд в топе, мне бы понравилось. А Варлок меня немного смущает. Но пока что что-то финфармит. И я заметил, что Варлок там довольно сильно пробил и Лики Мару, и Дис Профит. Ну, и, соответственно, на первых порах видно потенциал героя, и они его используют. На видео у нас тоже вайп стоит. Очень комфортно, есть Блотл, там, 11 на 2, выигрывает он у Пангольера. Это, ну, в целом, несложно там выиграть у Пангольера, потому что ты его постоянно харасишь, а он боится, он не хочет получать много дэмэджа. Он вынужден постоянно ходить и тратить ресурсы, как раз таки, в крипов. Ну, и, кстати говоря, по линиям-то все очень хорошо у команды Пол. Ну, на это дело ставка, я это понимаю. Ну, линии все сильные. То есть, если посмотреть на всех линиях, их коры должны фармить. То есть, нет такого, что их кто-то переиграет здесь. На СФа нападать с кем-то вместо Рики можно было бы, но это Рики всего лишь, поэтому СФ под хиллом Варлока будет в безопасности. И СФ свое получит. Кентавр против Спектра, да, тоже вначале стоит элементарно. Два милишника против Кентавра, они никак ему не мешают. Он купит себе кольцо и будет фрифармить. Но то, что в центре умирает Вайпер, это, конечно, проблема. И понял Рики, что на топе ловить пока нечего, сразу же стянулся в центр. Эффективно получилось. Фраг заработали, достается он твоему мидеру, и старт у него автоматически становится очень даже неплохим. Ну, спал ситуацию, там все очень было плохо у Пангольера. Ну, Рики Мар, вот он такой герой, неприятный. Начал размениться с ним Вайпер, в итоге поплатился. Два блинка, плюс как раз таки есть свэшбакл, да, после чего еще и замедление от щелкрэша. Этого хватило, погибает он у нас Ви. Неприятный фраг. На Вайпер ты хочешь доминировать, а у нас в топе еще один фраг уже на том самом Рики Мар, который загангал мид. Ну, закалили, и по всей видимости он сам загулял, подошел слишком далеко, за что и поплатился. Я думал, что потенциала, килл потенциала у Паук на топе нет, но, как мы видим, смогли убить причем герой, который вроде как бы с блинком и стучкой, да, то есть, имеет escape. Наверное, сам подставился. Ну, может, кнопок не было, блинки там какие-то в КД. Когда у вас нет замедления, нет контроля, Рики убить достаточно тяжело. Ну, замедление там, скайлофф, это такое. Убили, это хорошо, как минимум. Рики возвращается на свой лайн, посмотрим, останется ли он здесь, либо снова попробует в центр сбегать. Варлок уже имеет лишний левел относительно Рики. Соответственно, второй Shadow World. Контр-атакует в этого Варлока. Shadow World такая обилка, которая очень дорого стоит. Безумно дорого. У Варлока не самый большой монопул. Регена вечно не хватает, даже с учетом наличия маски. Манго не запасешься, стики тоже здесь тебе заряжают не так активно. Буквально 3-4 использования и все, ты без маны стоишь. Ну, посмотри, какие крипстаты. Посмотри, какие шикарные крипстаты до сих пор. У всех причем. ДП, 15 крипов. Согласен. Хорошая линия, плюс еще и Shadow Fint, он все-таки фраг сделал. Shadow Fint очень большой, у него комфортная линия. В итоге получилось под этим Варлоком. Наверное, что-то знают здесь. Паук не зря они пикнули для этого Варлока. Ну, и по всей видимости, их тоже все это дело устраивает. Есть ПТ, да, там еще, кстати говоря, Грейджин и Мэджик Вэнд. То есть, плюс дропы. Shadow Fint убить будет топик крайне сложно. Он будет стоять всегда фуловый, под хилом. Я даже не знаю. Бангалера будет сюда. Неприятно. Нападение в боте, подцепили здесь. Трэнтаун сам подставился. Ну, хороший, легкий фраг. Это Рубик. Это Кентавер. Сильная линия, которая начинает доминировать. Ну, так легко комбинировать с Рубиком на Кентавре. Вообще, один из самых приятных, наверное, саппортов под Кентавра на лайн. Так, Панга, кстати. Все в КД. Сушбакл сейчас будет. Выживет за счет него. Но нет, не выжил. Нет, не выжил, потому что вот этот периодический урон, который работал. Shadow World плюс яд. И в итоге погиб Пангальер. Шикарная перетяжка получилась. То есть, Вайперу помогли снова задоминировать эту линию. Он и так справлялся, да? По нетворцу мы видим. У него все хорошо. Но с этой перетяжкой у него и левел высокий. И Панга там сильно отстал. И Рубик уже снизу. Не дает в обиду Кентавра. Ну, Паук молодцы. Они шикарно стоят лайны. Точно не на коэффициент 4.8. По крайней мере. Хорошо. Ну, слушай. 2000 преимущества на седьмой минуте. Причем дай, что лучше не будет. Линии сильные. И самое главное, что линии уже выиграли здесь. Паук. Я так понимаю. Первая вышка должна падать на боте. То есть, можно мувнуться под Кентавра. Но от этого плясать. Также, наверное, не стоит забывать, что только Ворлок получает свой шестой. Он тоже может мувнуться. И, скорее всего, должен будет мувнуться под какой-нибудь тавр. На боте напальной кентавры. Кстати говоря, я недооценил, что вот Спектра, она стоит с макси-диспершн. То есть, макси-диспершн стоит с мангусами. И под как раз таки ливен армором. Пробить ее крайне сложно. Даже у кентавра не хватает дэмэджа, что неудивительно. Кентавра уже худ. Кентавра уже худ. Рикки там пытается мешать, отводить. Но тут еще кто кому помешает. Так, а что будет покупать Шаду Фент? Вообще, должен быть физически. Он вроде бы выходит в МАЗ, куда будет МОМ. А дальше, наверное, Драгон Мэнс. А вот после стоит задуматься как раз таки, во-первых, над БКБ. А во-вторых, я думаю, над Сильверейджем. Все-таки ты против Спектры играешь. Наверное, этот артефакт здесь мастхэл. Но посмотрим, потому что ты единственный дэмэдж-дир. И можешь сыграть пожаднее. Можно будет накупить условно каких-нибудь дэйдаусов, бутерфляев и попробовать сыграть в лейт. Да можно, конечно. Надеяться на одну пассивку Вайп... Ой, вернее, на то, что Вайпер собьет эту пассивку Спектры, ну, не всегда удобно. Где-то там вытолкнут, да, и нормально будет все у Спектры. А Сильверейдж это надежный такой вариант отменить эти пассивки на время. Так что где-то впоследствии ждем этот артефакт. Вы же можете не ждать, дорогие друзья. Можете перейти по ссылочке под трансляцией. Забрать бонус на первый депозит. 100% этот бонус по промокоду DPC. Заходите на сайт, скачивайте приложение. И обязательно пользуйтесь. А у нас уже больше 3000 ведут паук. Уже больше трех. И пока не видно, за счет чего можно здесь это преимущество отыгрывать. Ну, когда начнет играть Панго плюс Дес Профит. Вот, наверное, два героя, которые должны будут это делать. Дес Профит по кулдауну экзорцизма. Панго просто сам по себе. Пока мы от него не видим перетяжек на боковые лайны. На топе СФ достаточно уязвимый герой. На него выходить можно. Кентавра забрать будет значительно сложнее. Сам Кентавр нападает сейчас на Спектру. Приходит Вайпер. Нажимается Стампид. У Спектра мало шансов вышить. Она погибает. Никто сюда стянуться не успел для помощи. Да и не помогли бы в любом случае. Ну, Сноу Болл уж начинает набирать обороты. Это хорошо для команды Полк. Большой Шадов Финт. Все хорошо у Вайпера в миде. Ну и мы видим, что Кентавр тоже не остает. Кентавр в целом это сильный лейнер. Ну, мало кто его может там задушить. Наверное, может быть там Лина или какой-нибудь Урсевич. Да и то там он свои ауты найти Кентавр сможет. А здесь ТПш Канамбот от Спектры возвращается сюда. МММ у него скоро будет шестой и уже есть Блэйд Мэйл. Что немаловажно, потому что с этим Блэйд Мэйлом всегда можно пойти в лес. Как только ты почувствуешь опасность опять-таки от Вайпера. Из хорошего, очень хорошего контроля здесь руны. Плохо. Ты говорил, что Пангавер нужно муваться. Он как бы и рад муваться, но вот без руна это сделать сложно. Он сейчас перемещается наверх под ультимейт ДП. И это выливается в пуш вышки. Но при этом все, Вайпер с дабл дэмиджем начинает ломать мид. А это вышка поважнее. И сразу же Пангавер реагирует, летит сюда, говорит, у меня есть ультимейт, гайс плюс один. И еще будет, если что, как вариант, иметься ультимейт от Спектры. Спектра подлетит и этот фраг можно будет сделать. Как больно Рубик. Рубик, скорее всего, здесь умрел. Очень быстро забрали. Главное, игра от команды Метеор. Они увидели Рикки, захотели напасть. Рикки просто спрятался в Трик-Офф-Зе-Трейд. И все, сразу же контратака, Панга вылез. И легко забрали Рубика. Неплохо получилось. Это всего лишь второе убийство для команды Метеор. Совсем мало они делают фрагов. Ну и вышку хотя бы в топе забрали через Грацирум, но, тем не менее, смогли ее добить, что немаловажно. 4000 практически преимущество команды Поп, ну там уже 700, наверное. Преимущество хорошее, но нужно его реализовать. Варлок скоро будет шестой. А это Голем. С Големом нужно уже, наверное, перемещаться под бот. Мне кажется, ломать бот и вышку. Големом можно фармить вражеский лес. Ну и если ты не нашел флаги, окей. Ты просто зафармил лесочек и говоришь... Денежку заработал, у врагов денежку отнял. Это нормально. Но самое главное, мне кажется, его кидать. Я не люблю, когда варлок, он его держит, этого Голема. Его держать можно до поселения. Кулдан большой, но лучше заюзать, зафармить, получить деньги, чем вообще не юзать. У нас на бот перемещается. Да, перемещаются вниз и вышку легко заберут. Видимо, хотят ответить. Ну посмотрим, получится ли. Вот он Панга. Вот он пошел в Кентавра. Стампид позволяет просто выбежать отсюда и проигнорировать Пангольера. Он не догоняет пока что никого. У варлока есть Голем. Не забываем про это. Панга ловит ульт Вайпера под замедлением. Его должны догонять, наверное. Он прыгает все свои скиллы, тратит сушбакл через 2 секунды. И Панга выживет за счет этого. Не смогли забрать. Но опять же, ничего ведь кроме Стампида не потратили. А там потрачен ульт Панга. Там потрачен ульт Спектры. Да, это самое важное. И теперь вышку будут со второго захода забирать. Здесь по-прежнему 4 героя. Рубик не с командой. Варлоку перед смертью, возможно, и надо давать Голема. Не дает. Ждет. Ну, самое обидное будет умереть от... Вот так вот, да. И ничего не дать. Молодец. Здесь Панга среагировал. Варлок принял решение. Действительно. Он туда-сюда бегает. А он без сапога. Но это Варлок. Что от него хотят, непонятно. Он кинул банды. Голема кидать не стал. Как итог, вышку не спушит. Время выигрывать. Команда. Метеоргейминг. Спектра все еще фармит. Да, никто ее не напрягает. Стоит спокойненько, забирает лес, плать милом. Чувствует себя комфортно. Потихонечку вот и вы начинает возвращаться. Смог команды Метеор. Они хотят выйти и найти фраг в миде. Если они находят фраг, соответственно, можно еще и под вышечку сходить. Есть понимание команды Палк. Ви отходит. Рамбул заходит очень далеко. ВСФ. На, там просто расщепил. С четырех тычек. Тут со спины. Пошли момент. Лобавители, получается. Со спины Панга с ДП заходят к Кентавру. Стампид уже открутился, поэтому убежать можно будет. Вообще удобная такая обилка здесь. Из-под ульта Спектры как-то просто выбегать, да, из-под Панга, из-под ДП. Экзорцизм увидели, нажали, перегруппировались. И потом, после того, как он закончился, напали. Голем до сих пор ни один не был использован за 14 минут. Ну, ждем, когда он должен. Слушай, можно было получить шестой, кинуть, не знаю, пофармить и уже на панге в виде просто уничтожили. Здесь ДП сразу подмит, ломает вышку. Ну, скорее всего, ломает, потому что Клиффа нет, Клиффа нет. Правильное решение. Четыре пищи, опять-таки, преимущество команды. Паук. Ультимейты имеются и нужно идти дальше. Сейчас большая в них проблема с тем, что им сложно цеплять. Но, появился в них у Кентавра, и это как-то задача упростило. Я так понимаю, нужно добавить еще дизейбов. Вот что можно купить на том же Вайпере? Глипнир, ну, плохо смотрит. Ну, а тоже какой-то покупали раньше, помнишь? Ну, это все сложные покупали. Да-да-да, Атос, ну, то есть, сейчас можно еще его уже в Глипнир пересобрать. Ну, то есть, как бы, плюс-минус он грейдится. Но, с другой стороны, это дорого. Ты хочешь и БКБ, хочешь и Пику. Вот, посмотрим. Но дизейлы бы тоже нужны. Ты не можешь играть, когда у тебя был полтора стана. И соперник тоже это прекрасно понимает. Я заметил, что неплохо так. Метеоргейминги, они как раз-таки, просто кайтят. Они видят, что кинтавар-долстан, отходят, разводят, начинают бить саппортов. Потихонечку, там, Пангольер этим пользуется, подбивает, выжигает. Ну, пока что еще не выжигает, но скоро будет выжигать. У него уже практически есть диффуза. Ну, 4000 преимущества. Игра довольно равненькая. Все-таки не получается бок задавить. Я бы тут отметил Метеоргейминг в том смысле, что они не подставляются под драку 5 на 5. Они прекрасно понимают, что сейчас вот в открытом бою 5 на 5 они слабее. Они, наверное, под бандами, под големом просто не выдержат весь этот урон. И не ввязываются в такие драки вообще. Еще не было ни одной драки такой. То есть, постоянно умирает один герой где-то. Вот так 9 фрагов мы и увидели на карте. Вообще, карта не богата пока на какие-то убийства. Одни не могут, а другие не хотят. Вот так бы я это назвал. Так, кентавр прыгнул. Ну, это тренд. И все. Продолжения никакого нет. Опять же, даже если бы Варлок подошел, наверное, даже вдвоем бы они не справились. При случае бы голема на голову ронять. Но тратить такую способность на одного тренда не самая лучшая идея. Посмотрим. В любом случае, Гарема еще ни разу мы не видели в игре. Я бы уже кинул. Ну, знаешь, вот кинь сейчас, сруби деревья, убей тренда и не сломай вышку. Все. В чем проблема? Ну, как говорю, золотого бережет. Вышечка падает. Все нормально. Хотя бегут сюда, бегут сюда. Игроки команды Метеора. Они хотят дефт кемару. Все еще Бишарда. Напали на кентавр. И мы очень больно летит. Панго. Дэмэр, кстати говоря, не так много у команды Метеор. Но есть ультимой сейчас спектрит. Все это дело падает. Вежуху, можно сказать, приостановила здесь спектра. Находят еще и фраг на Рубике. Но при этом всем кентавр нажимает стики, нажимает стампит и выходит. Вышка стоит. Ладно, беру свои слова назад. Гарема кинули, вышку не забрали. Плохо, плохо. Ну да, первое использование способности получилось не самым удачным. И сами по итогу могут потерять вышку снизу. Потому что ДП с экзорцизмом уже работает. Никто не защищает Аварварлок. Так, себе защитник. Вайпера вообще в драке в этой не было. То есть, когда СФ стянулся, Вайпер остался в лесу качаться. И не пришел на эту драку. Не помогал команде забрать вышку. Но Вайпер очень хочет БКБ. Наверное, он прав. Потому что БКБ будет скоро. Осталось накопить только на свиток. Вайпер вообще очень достойный. Нетворс показывает. То есть, за 18 минут он ни разу не просел. При том, что этот герой вообще не профарм. Он, как правило, линию хорошо стоит. А потом не может себя на карте найти. Этот Вайпер не унывает. Качает лес. Сам делает под себя стаки. Будет их потом выфармливать. Нашел иллюзии. Да. Такой герой не мобильный. Фармит он. Ну, он может фармить, в принципе. Довольно быстро. Но ты не хочешь постоянно фармить на Вайпер. Ты хочешь постоянно идти и напрягать. Ты хочешь душить врагов. Заплевывать их ядом. Чтобы было противно играть. Чтобы они перемещались, когда видели тебя. Это все. Сейчас будет БКБ на Вайпере. Будет БКБ на Шудот Финде. Это Power Spike для команды Паук. И посмотрим, как они эти БКБ будут реализовывать. Потому что спектры уже на подходе Аганин. ДП с Грисами. Тоже выходит с БКБ. Ну, и мы видели, что у Пангича уже есть дефуза. В принципе, как только он покупает Блинк, становится очень активным. И это должно работать на арку команде Метеор. Посмотрим, насколько они наработали в плане коэффициентов. Прямо сейчас от Бэтбум. Как и следующий. 2.7. По-прежнему большой очень коэффициент на Паук. 1.4, соответственно, на Метеор. Вот они в режиме Live меняются. Вы это все видите. Не забывайте про баннер по трансляции. Забирайте 100% бонус первому депозиту по промокоду DPC. Ну, вот так вот ведут 3000, контролируют игру. Больше фрагов сделали. Выше уровни. Все в порядке. И все еще аутсайдеры. Все еще нет веры, видимо, в этот лейт. Считают, что спектра сильнее. И в любом случае здесь победу не отпустит. Не знаю. Есть сомнения на этот счет, если честно, у меня. Потому что контраст в спектре есть. Сильвер будет у Shadow Finder наверняка. Драку 5 на 5 мы ни одну не видели еще. Ну, ждем БКБ на Shadow Finder, я думаю, с этим БКБ в полку уже начинают играть с доту. Им нужно это снова опять-таки завести. Потому что комп приостановился. Было 4000 преимущество у команды полк. Сейчас опять-таки две. Ну, вроде бы есть шмотки на драку, но драк мы не видим. 4,7 очень сухая игра. Кэмп нужно поднимать. Минимум нужно идти и забирать какие-то обжегтивы. Ну, вот этот Тауэр в боте уже давно пора забрать. Сейчас, конечно, на 22-й, на 22-й минуте его идти немножко поздно. По ощущениям, если ты пойдешь на бот всеми силами, то можешь потерять Рошана. Показалось, что уже есть Иганим. Напала на Кентавра. Немножко сняла КП, да? Но теперь говорит, что просто так уже фармить не получится. Нашли, нашли Кентавра. Старпят его здесь Рикимару. Но слишком большой это героик. Плюс у него еще имеется Пайп. Рики в Инвизе. Этого могут не ждать. Истампид. А в кого? В Рики. Ну, это так себе цель. Так же цепляют Трента. Трента Вайпер заплевывает. И у Трента мало шансов выжить. Это будет минус 2. И вот сейчас вопрос. Идти ли на Рошана? Наверное, с Шэдоу Финдом они осилят Рошана. Двух героев нет. Трент может выкупиться. Но там 20 секунд выкупаться как будто не хочется в такой ситуации. И Рошан будет доставаться Паук. Сложно драться на Рошане. Тем более на этой минуте. Все-таки они увидели, что у Шэдоу Финда БКБ. У Вайпера есть БКБ. Ну и понятное дело, в узком пространстве драться крайне невыгодно. Есть ультимейт от Панга. Но при этом всем Рубик сорвался из Пэш. Петра провязывал своего ультимейта. И наконец-то падает Голем в Шэдоу Финд в БКБ. Начинает бить по Панга Деру. Никто не умирает. Очень битый у нас Кентавр. Кентавра все-таки должны будут здесь забрать. Есть Шэдоу Финд с ультимейтом. Забирает все-таки ДП. Также изменится на Кентавра. Так, пока что один в один. Но Аегис за командой Поп. Ну, Големы, конечно, шедевральные. Один лучше другого. Я бы тоже так мог играть во втором дивизионе. И таких Големов давать, если честно. Ну, ладно, кинуть, ладно. Но он стоит в ФК. А, заметь, он стоит и охраняет Рашпит. Да, банды он не закинул ни в кого, по-моему, в тот момент. Голема уронил на Панга в ультимейте. Других героев не задел. Такая обилка с кулдауном в 160 секунд. Хочется ее все-таки чуть эффективнее использовать. Это ведь контроль еще и через БКБ. Надо ронять хотя бы в две цели. Это минимальный, но все еще контроль. Ну, ладно. В любом случае, в плюс этот эпизод закончился для Паука. Они забрали Рошана. Они до этого убили двух саппортов. Сейчас убили Дес Профит. Не самую бедную. Здесь теряют Рубика. Панга поехал дальше там. Варлок. Варлок грифсы покупает. Конечно, Варлоков взвалили так много. Вот тут не знаю, нужно ли покупать Мекку, когда за эти же деньги можно купить шард, да? И выхиливать тиммейтов. Ну, тоже верно. Тем более, 1400 стоит шард. Но, с другой стороны, шард нужно всем подойти, накинуть, да? Агрессии, наверное, 2ОЕ, там сколько там на ауры? 900, по-моему. И ты сразу на всех юзаешь. Ну, такое интересное решение. В принципе, он наверняка и потом еще и в шард выйдет, если он успеет дофармить. Но мы видим, что големом он не фармит. Это плохо. Я думаю, Мека уже была бы. Скоро появится, кстати говоря, Сильвера и Шадо Финда. И опять-таки собираются под болт и хотят допустить уже эту вышку. Злосчастная и какие-то команды Паук. Но придется, по-моему, сюда идти в пятером. Нет у нас Вайпера. Вайпер на топе. Вайпера не видят. Но подозреваю, что здесь не все. Также Кентавер фармит лес. Не ошибка ли это идти втроем? Нет, не ошибка. Потому что Айгис на Шадо Финде. И команда Метеор Гейминг даже не пытается драться. Ну да, они опасаются. Они знают, что голем вот-вот появится. Они не хотят пытаться выбивать СФу 2 жизни. А вот такого героя, как Варлок, можно пытаться цеплять. Но Стампид. Стампид. Он сильно мешает Панга. На Панга крайне сложно зацепить цель, которая ускорена. В итоге, каждая команда потеряла по одному важному ульту. Но Паук считает, что их ульт сейчас не повлияет на тимфайт. Поэтому они идут дальше. Они идут дальше с Айгисом. Они хотят оказывать давление. Они наконец-то начинают ускоряться. Им нужно ускоряться, если они планируют выигрывать у Спектра. Ну, у них сейчас Пиксилы. Есть БКБ. 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 Голи секунды. Полетел галей. Ой-ой-ой-ой. Нашли и уничтожили. Трэнта. Слушай, а они постили на хэграмм после этого, хотя глиф имеется. Да, они сломают и два, и появятся еще один где. На хэграмм сложно эти. Потому что 25 секунд от Ранта. Ну, хотя бы Т2, аутпост и, возможно, выход под мид. Нужно дальше продолжать, закреплять свой успех. Все еще имеется Айгис, но буквально там. Одна минута осталась у Буфши до Финда, но, тем не менее, преимущество имеется хорошее. С этим преимуществом нужно как-то его, знаешь, увеличивать. Все-таки ты играешь против Спектра, а Спектра уже большая. Хочется до того, как этот Айгис исчезнет, еще хотя бы один раз подраться. В идеале, конечно, да, подраться, но за минуту, наверное, не успеют. В любом случае, преимущество очень существенное. Такое преимущество, когда Дэс Профит, например, очень бедная, да? Бедная Дэс Профит — это что? Это герой, который не доминирует, который в драке не живет. Этот Дэс Профит даже с БКБ умирает с нескольких тычек Шаду Финда. У него есть криты. Повезет, он еще быстрее с ней справится. ДП, постоянно это повторяю, но это тот момент, который нужно учитывать. Дэс Профит терпеть не может бёрст урон, а здесь его в избытке. Тут есть чем забирать Дэс Профит быстро. Если она в драке не живет, она бесполезна. Ну да, в первую очередь, если она попадает под Стар Гентавра, то Шаду Финд прям нажимает БКБ мол и начинает ее потрошить. Может быть, даже без ультимейта. У Шаду Финда 16 уровень, много дэмэджа, есть смолк команды. Пауки бегут они во вражеский, как раз таки, треугольник. Есть там враги. Враги тоже смолк. Как они чувствуют? Руна, руна, руна какая классная. И Гентавр классно прыгнул в Панго. Панго можно убить. Нет, Трэнт. Здорово. Цепляет четырех героев. Голема нет. Пайп работает. Здорово, как продолжает кататься этот Панго. Этот Панго сейчас драку просто может выиграть для команды. Размен 3 в 1. Деспрофит пожила. Сделала киллы, но погибла по итогу. Ну, неплохой момент для Метеор. Просто неплохой, не идеальный, но они здесь плюс, очевидно, для себя все сделали. Хоть и потратили все абсолютно кнопки. Да, закончился Аегис, 6000 преимуществ осталось. Но драка явно за командой Метеор. Все-таки Спектра уже начинает вносить урон. И чем дальше, тем будет сложнее. Скоро уже спектра, наверное, появится башля какой-нибудь. А с другой стороны, вот именно против Вайпера, можно и БКБ собрать. Посмотрим, что выберет здесь, как раз таки Керри команды. Метеор нашли. Вайпера. У Вайпера кулдаун на БКВ, но есть Пика. Разведут его на пику. Есть, кстати говоря, Панго рядом. Вайпер погибает. Это хороший, сочный фраг для Спектры, у которой сейчас резко возрастает Нетворд, потому что она забирает Стрикс. Смотри. 553 золота, еще и 400 команду. Not bad. Почти 1000 золота. Ну и Спектра, которая так долго находилась там, чуть ли не на четвертой позиции, сейчас может выйти в лидеры по фарму. Чем дальше, тем сложнее. Классный предмет. Или нет? Не подбирайте тунику. Или возьмет все-таки? Что он там себе будет брать? Да, берет. Ну тоже, это лишние миссы, это прекрасная вещь против и Вайпера, и Шедоу Финда. Не так ее непросто убивать. Пока вообще всем остальным внимание уделяют, на Спектру забивают. Считаю, что она пока не убьет вас за это время. Но каждые там 5 минут будет появляться лишний слот. И такие герои, как Варлок и Рубик, они же просто за ультимейт будут умирать. Особенно Варлок. И ему придется выкидывать свой ульт, лишь бы выкинуть, так скажем, чтобы он совсем не был бесполезным. Да, чем дальше, тем сложнее, конечно, играть будет в лейте в команде Паук. Но еще по-прежнему не все потеряно. До сих пор играбельная ситуация. Ну, слушай, они уже немножко даже по карте стали зажиматься. Очень нагло играя Спектра, очень нагло начинают играть там Пангальер вместе с ДП. Выходят на линии, показываются, толкают. А это плохо, это плохо для команды. Пок, потому что Рикимару начинает скаутить, находить вот такие вот легкие фраги. Что с этим ты поделаешь? Кстати говоря, еще Акинтар провел свой ультимейт, минус стампид. И это как будто бы начало-конца. Если Пок сейчас не цепляется в эту игру, дальше будет все сложнее и сложнее. Есть пика БКБ, на Шрадо Финде есть и Рейдж, ребятки. Нужно что-то предпринять. Нужно пойти и найти какую-то драку. Подцепили вместо этого Рикимара, ну и быстренько его обили. Рубик своровал у нас триксы. Ну, не сам удачный спел. Рикки 1000 хп, он, конечно, с любого прокаста рассыпается. Забавно это наблюдать. Но он ищет потенциальный фраг, он ищет того же самого Рубика, чтобы спектр прилетело и они вдвоем его убили. В этот раз не удалось кого-то поймать, был пойман сам. А я напоминаю в очередной раз вам, дорогие друзья, про наш бонус от BadBoom 100% к первому депозиту. Забирайте его по баннеру под трансляцией, скачивайте приложение, пользуйтесь. Ничего сложного там нет, все удобно и понятно. Но у нас уже игра переходит в такую чуть ли не завершающую фазу, где цена ошибки любой из команд будет слишком велика и подкрепляет эту фазу появления скорая Рошана. Меньше минуты остается. И Смоук нажимает Поук. Смоук Поук. Ну им нужно, им нужно начинать играть первым номером. Находят Рикемару, реверят Рикемару, Доджит, Стан. Плохой начало драки от команды Поук. Попадает пассально здесь Кентавр, не может поражать Стампит, а он на кулдауне. Ну и в итоге просто спалили Смоук, развели на какие-то минимальные кнопочки и опять-таки тормозят. Темп команды Поук. Рошан, 20 секунд. Наверное без драки Рошана ты уже не заберешь. Вот первый раз можно было еще как-то там выключиться. Сейчас Страпа любому будет дехать. Панглеера шила. Это уже сильно. Вот уже такой тир-1 защитный артефакт. И защитный, и дебафающий. Учитывая хилы, которые есть. Лишним он точно не будет. Ну да, вкупе, что у тебя еще есть там Ливен Армор, там очень много Армора, там на команду, дебаф на врагов. Соответственно пробивать тебя будет сложно. Шедо Фин, что же он будет делать? Ну очевидно, что нужен Сатаник. Ну по всей виду всегда Сатаник Баттерфляйт. Звучит как план. Да фармить нужно успеть. Фармить пока что не дают. Рикимару просто играется. Рикимару не могут убить, не могут наказать. А мне кажется, вот даже убей-то Рикимару, можно уже спокойно идти в Форс Рошана. Но, увы да, не получается его зацепить. Таки один Бринк Дайкер на Кентаврия. Этого недостаточно. Хотя есть гем. Ну то есть с гемом-то Рикимару можно повод найти и наказать. Даже нужно обсказать хотя бы на раз его где-нибудь допринять. Тридцать первую минуту уже, тридцать вторая пошла. То есть, по сути дела, лейтгейм начинается. Каждая ошибка на вес золота. Если ошибается, полки, они строятся крайне сложны. Если ошибаются как раз-таки метеоры, в принципе, они могут и дальше спокойно играть. То есть, в этом нехороший. Потенциал только растет. Ну и чем дальше влез, да, тем страшнее будет играть. Я даже не знаю. Распектры уже практически готов в Скаде. Скаде здесь очень хорошо смотрится против Шадоу Финна. Очень хорошо смотрится против Вайпера. То есть, артефакт крутой. И я бы не ждал до появления его. Лучше подраться пока у врага просто там ультимейтер или два ультимейта. Это намного проще. Смог. Отполк. Но они тоже все прекрасно понимают. Есть Аркейн Руна. Неужели они просто пойдут в Рошана? Хотя нарисовали план. Хотят обойти через мид. Зайти с нижней горки. И выйти во врагам в спину. Выходит Кентауэр. Дает стамп никуда. И это провал. Так, Спектра под дебафом. Стампит. Хотят Спектру зафокусить. Есть шансы. Есть шансы ее убить. Нужно просто найти ее. Но она прыгнула за спину в саппорта. И в итоге уходит. И сбить телепорт некому. Спектра живет. А здесь уже минус два саппорта. И голем потрачен. Но СФ фокусит Дэс Профит. Дэс Профит не добили. Шадоу Финт под Олибардой бить не мог. И до сих пор не может бить. Вот сейчас разворачивается. Фокусит Трента. Дэс Профит уже почти фуловая. Снова не бьет Шадоу Финт. Еле-еле отхиливается благодаря МОМ. Ультимейт кастует. Хорошо. Фир на ДП. Не зафокусили опять Дэс Профит. А там Панга. Ловит стан от Кентавра. Кентавра без мана остается. Спектра далеко. Спектра не с командой. Спектра ждет Шадоу Степ. Вот сейчас она готова будет прыгать. Прыгает. Прыгает в Кентавра. Кентавра заберут. Три в один. И двум корам остается только убегать. Все, невозможно. Противардить. Рошанечка пойти. Ну, драка странно началась. То есть Кентавр вышел со смока. Блинганулся на хагрант. Никого не увидел. И дал стант. После этого Спектра прожимает ультимейт. Палит всю позиционку врага. Варлок. Ну, он. Это Варлок, да. То есть он сразу начал погибать. Он понял, что он умирает. Нажав все кнопки, куда мог. В итоге Галемт он просто в пустоту упал. И тем не менее. Забирает Рошана. Игрит команду Метеор. И это звучит. Выглядит вообще как заявочка на победу. Трасс Аскади. Трасс Айеса. Еще и Шар, кстати говоря. Попирает. Но Шар достался. ДП. ДП, кстати, очень круто отыграл. Вот этот вот грамотный был выбор фтефактов. Он накидывает алебарду на Шадо Финда. Нажимает БКБ. Нажимает фон. ИСФ не может драться. Буквально там на 500 хп. И почти фулл остановил себе Малас. И экономики. Больше лидирующей нет у команды Паук. Совсем. Спектр с Айегисом. Ее один раз-то сложно забрать. А тут нужно думать, как это делать дважды. Панга тоже катается. Он как будто бы становится бессмертным. Ну и на саппортах играть невозможно сейчас. Что Варлок, что Рубик. Такие уязвимые против Спектра. Любого находит. Прыгает с плюс один. Вырезает. Да иногда даже без плюс один. Там Варлока точно в соло заберет. Уже как будто бы безвыходная ситуация. Смотрим. Паук снова идут в атаку. Даже против Айегиса они готовы искать какие-то цели. Могут найти сейчас Панга. Ну это идеальный вариант. Рики нашли. Рики под Вард зашел. Ой, близко, близко был станок Кентавра. Немножко не достал. В итоге улетает Панга. А делали с малой кровью. То, что Рики Мара умирает. Ну, это Рики Мара, да? Это четверка. Ничего страшного. Самое главное, что все коры живы, здоровы. Еще не смог провязали. Ох. Ну, чуть-чуть не в молоко. Кентавру. Как же больно ему. У него, кстати говоря, нету Стампида. Чуть не погибает. Он здесь есть ультимейт. А Спектры это минус. Кентавр также погибает Вайпер. А где Спектра? Спектра прилетела дальше. Можно было забрать Вайпера. Спектра просто летит в Варлок. Разводит его на Голема. Варлоку больно. Варлок погибает. Рубик его пытается засейвить. Рубик дает. Форстап дает Блинкаут. И это минус все-таки Варлок. Потому что прилетает сюда Пангадер. Кстати, ты видел Вайпера? Ему было очень больно на Спектры. Если бы Спектра не улетела, она бы его убила. Прямо 100%. Да. Но Вайпер не держит удар уже против физического какого-то урона. Против магии работает. Но здесь магии немного. И сейчас Вайпер превращается в героя с одним скиллом. Задача которого просто под фокус Спектра этот скилл кинуть. Извечная проблема Вайпера. Вот поэтому этот герой в центре неэффективен. Он теряет свою полезность, если вы не умеете заканчивать рано. Наверное, на таком уровне команды... Ну, рассчитывать, что одна из команд закончит рано, очень опрометчиво. Скорее всего, такие игры постоянно будут затягиваться. И там Вайпер просто становится бесполезным. Увы. Но такой герой. Да, он очень быстро теряется за актуальность. То есть, в момент, когда он сильный, и в момент, когда он становится почти бесполезным, он прям, знаешь, разница небольшая. Вот реально, 5 минут и все, ты уже никуда не герой. Ты там вначале доминировал, выиграл линию, пошел там душить, убивал Спектру. Когда там есть как раз таки токси на Спектру, это уже ничего не решает. Мы видим, что Спектра дотерпела, доскейлилась и сейчас готова крушить. Кстати говоря, хочет копить себе бабочку, ну и баши смотрятся были бы неплохо. Посмотрю, что здесь выберет МММ. У нас очередное нападение на ДП. ДП прожимает БКБ, нажимает Алибарду. Не умирает, но на кнопочке ее все-таки подразвели. Опять же, нету Стамбидова Кентавра. То есть, как только появляется Хаунд, команда МММ, команда МГ может драться. Потому что 30 секунд до Хаунта. Но, в принципе, за счет Шадоу Степа Спектра тоже может подключиться. Мне, кстати, нравится вагонин на Спектре. Суть в том, что раньше ты без Ультимейта. Ну, ты где-то фармишь и фармишь. Ты никак в драку не придешь, да? То есть, ты в любом случае дашь информацию о команде, что тебя нет. Ребята, подождите, терпите. И ты терпишь вот эти вот там 140 секунд, грубо говоря. Сейчас есть Шадоу Степа, и Спектра всегда пролетит. Тем более, если Спектра большая, Спектра с Аегисом. Это очень важно. Выход с маках. А, он пошел. Ну, это сразу же минус Сварлок. Тут даже ждать этого не надо. Рубик погибает следом. Это минус 2. Вайпер под БКБ удар не держит. Вайпера заберут третьим. Без потерь, элементарно. Просто напали сами никого. Даже близко здесь терять не будут. Драки были не готовы. Поук. Хотя нужно всегда быть готовым, потому что через хаунд на вас нападут. Ну, и это повод под третьим экзорцизмом зайти на ХГ уже прямо сейчас. Аегис будет работать еще 20 секунд. Линию нужно забирать. Одну, как минимум. Вайпер без байбека. Ну, есть бабочка у Спектры уже. На самом деле, очень много артефактов нападения. На кого? На Рубик. Ой, как ему больно. Буквально секунду стирается здесь. Этот персонаж также нарезает по Рикимару. Шордофин через Мон. Просто вышел с Сивера и уничтожил Рикимару. Но, тушь не отменяется. Спектра бьет. Спектра. С Аегиса. Маегис заканчивается. Перекладывает себе в Блэйд. Шордофин. Ну, нету байба какого команды. Поп. Шордофин пытается, конечно, как-то подхарасить. Но, знаешь, это очень опасно. Не дай бог ты сейчас подставишь. Я тебя забашь. Это самый Пангольер. Если он тебя забашь, тебя могут там и оставить. Сколько у них форсов? Есть форсов только лишь в Шордофин до самого. Поэтому ему стоит быть аккуратнее. Минус сторона. Есть стандкинтавра. Куда он палит, он непонятно. Нажимай стандпит. Голем падает. Демиджа не хватает. Или хватает? Хватает. Потому что Шадоу Фит начинает нарезать. Ему хватает демиджа на Пангольера. Но, опять-таки, произошел сахал. Всем больно. Все горят. Какой там битый варлок. Но удар держит. Ну, хорошо. Отбились. Отбились. Не потеряли второй барак. Но он рейнджовый. Не такой важный. В любом случае, под окончание. Аегиса вынесли максимум. Сейчас Метеор. Далее по плану. Либо дождаться второго Рошана. Третьего, вернее, уже Рошана. Либо просто пойти прямо сейчас с появлением Панга. Мне кажется, уже ресурсов им хватит, чтобы драку выиграть и без каких-либо Аегисов. Слушай, сложно, да? Точнее, легко драться, когда ты нажимаешь одну кнопку и два саппорта уже вынуждены из драки убегать. То есть, тебе вот и чуть ли не 3 на 5 дерешься. При этом сама спектра очень сильно заходит против Шаду Финда и Вайпер в этой стадии. Как только появится, не знаю, там Башер или БКБ, все-таки БКБ решил взять МММ. Ну, поздняя минута, да? Но, тем не менее, правильно выбрать артефактов. Башер тоже хорош, но БКБ против Вайпера, по-моему, там Масхев. И давайте смотреть, что из этого выйдет, потому что... Ну, за сетап или Рубика, очень быстро вопили. Панга через 10 секунд. Наверное, сами ПОК понимает, что игра уже явно идет не по сценарию. Шаду Финдс теперь окупил Сатаник. Дальше хочет выйти в Аркейн Блинк. Вот такое вот решение. Мне кажется, оно не совсем верно. Все-таки ты играешь против Спектры. И, наверное, это неправильно. Есть нападение на Панга, Панга. Больно Панга фокусит, почти что убивает. Есть ультимой, это Трунта. Спектра обрывается с Ханута. Всем больно, Шаду Финдс разулетился. Да, иллюзия убегает, но сама Спектра бьет, потому что у нее БКБ. Очень больно, Шаду Финдс, и он здесь погибает. На самом деле, это конечное. Шаду Финдс без ББК. Варлоку очень больно. Он хилится, пытается заманить. Минус Варлоку, это уже Бион Гудлайк для МММа. И можно идти по миду. Можно вообще эту игру заканчивать. Ни одного ББКа нет у команды Паук. И кажется, что это 2-1 за Метеорами. Да, очень на это похоже. Паук, увы, но здесь уже ничего сделать не могут. Мы видели драку, в которой били только одного героя. Это был Панга. Все остальные фулл ХП с самого начала и до самого конца. Варлок с Рубиком на двоих. Скастовали 2 обилки и нанесли 5 урона на двоих. 5. 5 единиц урона. Это все. И... Наверное, эта игра не должна была длиться 40 минут, если БОК собирались ее заканчивать в свою пользу. Наверняка там были опции, особенно с таким преимуществом, когда можно было на ХГ подниматься самостоятельно. Не ждать, пока Спектра купит себе 5 слотов. У них все было хорошо. И Рошана они забирали. Надо было где-то ускориться. Да, в будущем было. Согласен. Где-то 6, там 8 тысяч, да, они в итоге набрали. Но знаешь, они вот много пытались этот Тауэр в боте забрать, теряли время, теряли ресурсы. Я даже не знаю, что им там нужно было сделать более правильно. Они старались, они пытались как-то заснов болить, но этот сноубол был накоплено срезанным. Ну и, понятное дело, с игра заходит в лейд, извините, ребят, вам здесь будет крайне сложно. Там нажимает хаунд, а у вас уже 2 героя умирают. Но при этом ваша позиционка уже видна, и даже не знаю, что здесь нужно придумать. Вроде бы есть Станпит и Шадо Финда Адалл Утимейт. То есть, в принципе, иллюзии-то они особо дэмэджа не внесли. Но, с другой стороны, самим-то тоже нужно как-то урон уносить. А урона пока что... Точнее, уже урона не так много. Даже не знаю, что может помочь сейчас Паукам, какое решение они должны принять. Может быть, Рапира? Да, Рапира здесь тоже не поможет. Рапира — это не тот артефакт, с которым сейчас можно камбэк. Рапира на Медузе? Да. Рапира на Герокоптере. Окей. Ну, вот Рапира на Шадо Финди, она не так сильно смотрится. Соглашусь. Мне тоже кажется, что никакой артефакт здесь уже не поможет. Кентавр прыгнул. Пытается снова зафокусить Панга первым. Все, выбросили Паук. Никого опять пока что не забрали. Панга продолжает кататься. Ульт СФ активируется. Но Спектра получает 0 урона, потому что она в БКБ. И начинает сама резать этого СФ. После смерти СФ, наверное, можно соглашаться с поражением. А если погибнет кто-то еще, то... Нет смысла даже ждать. Минус 3. Варлок последним умрет. Кентавр выжил, но... От этого не легче. Уже вообще не получается ничего в тимфайте. Идут по меду игроки команды. Метеор, Тон. Горит. Есть ББК на Вайпере, есть Кентавр. Но 2 на 5, когда вы 5 на 5 не сможете драться, да? 2 на 5 не выглядит убедительно. Гуд гейм, пишет Пок. Поздравляем команду Метеор. Ну, заслуженная победа. Затерпели они, зашли в лейт. В итоге доскилились, набрали артефакты. Ну, и мы видим, почему это привело. Просто разрывает. Ну, кстати говоря, вот МММ сегодня отыграл очень круто. Да, хорошая игра от Керри. Он во всех трех картах смотрелся. Практически не ошибался. Ну, разве что на первой там какие-то общекомандные решения были не совсем верными. 2-1. Метеор. Будучи фаворитом этой серии, победу все-таки одерживают. В борьбе со счетом 2-1. И это уже их вторая победа в лиге. И временно они будут занимать первую строчку. Позади них ЛБЗС и Вичи Гейминг. Ну, и дальше у нас матч между командами Клауд и Аутсайдерс Фромчайна. Это команда, которую мы ждем. Возможно, даже в первом дивизионе. Но нужно понять, в какой они форме. По именам там все хорошо. Как будто бы это второй фаворит после Вичи Гейминг. Но об этом мы узнаем уже в процессе просмотра следующего матча. У нас перерыв. Так как мы уже из расписания выбились, я думаю, 10, максимум 15 минут. И мы начнем просмотр следующей серии. Сейчас небольшая пауза.